здравствуйте наконец-то мы вернулись в лона умной музыки как мы условно говорим прогрессив джаз рок фьюжн и эти все направления которые требуют на более вдумчивого отношения но это не умаляет достоинства любого стиля музыки но сегодня мы поговорим о настоящем монстре бас гитары безладовой человеке которые по нашему мнению к сожалению не очень известен широкой меломанской публике речь идет о перси джонсе перси джонс вы знаете он очень актуален сегодня потому что он и группа его единомышленников в лице величайшего гитариста фьюжина и трэш металла как ни странно алекса сколника из группы testament гитариста тима моцера и барабанщика кенни граховский одного из лучших барабанщиков нью-йоркской андеграундной сцены создали проект под названием пект пект в ютюбе активно размещается вы можете посмотреть их выступления нью-йорке в двадцать первом году в 2000 в прошлом году и у них был небольшой тур к чему это все а потому что это одни из самых лучших обратите на них внимание инструменталистов в сегодняшнем джаз роки очень интересная подача на и конечно блистательный перси джонс на басу ветеран сцены родился он сорок седьмом году в эльсе музыку начал слушать благодаря радио люксембург как он вспоминает это была единственная станция тогда в англии которая великобритании извините было достойно для подростка и он там впервые услышал до сих пор это помнит как услышал того же чака бери и попал конечно под волну рок-н-ролльщиков чуть позже как все начал увлекаться ритм и блюзом зашел тогда он в англии мы об этом неоднократно рассказывали и все это формировало его музыкальные вкусы но вот возникает естественно вопрос а как же он пришел к басу все понятно подростковое увлечение на басу он начал впервые играть еще в школе в шестьдесят первом году 14 лет от роду потому что как он вспоминает мне нравился звук контрабаса такой интересный звук и вот вы знаете глубину буквально его чувствовал и конечно обратил внимание на такого выдающегося джазового музыканта как чарльза мингуса и вот мингус на него сильнейшим образом повлиял очень сильно поступив в 1966 году в ливерпульский университет он обучился там электроники и надо сказать его вот эти навыки электротехнические очень пригодились дальнейшим перси джонс великий специалист по усовершенствованию баса именно с точки зрения техники наложение различных звуковых эффектов интересные подачи те же самые усилители все он делает и например даже его игра начинал он на четырехструнном басу в конце 80-х годов прошлого века перешел на пятиструнный бас удивит вас своей подачей потому что он очень любит расширенные технические возможности например у него есть интереснейший прием он берет струны и затягивает за гре гитары создается совершенно такой не похожий на что звук и все остальное тоже например он играет не двумя пальцами тремя пальцами обратите на это внимание но настоящий монстр монстр который в общем-то умеет многие вещи и даже более чем но этого монстр как и у всех была проблема которая называется проблема становления музыканта он вспоминает что в конце 60-х годов в англии было полно заведений где можно было играть от души все различные пивные пабы кафе не заведения ливерпуль был им полон и он говорит не только ливерпуль и ближайшие города вы помните что великобритания англия особенно очень урбанизированная страна город на городе отбоя не было но это все приносило какие-то маленькие копеечки а ему хотелось очень больше и больше его первая более-менее знаковая группа была под названием за ливерпуль сцен ливерпульская сцена это вы знаете было такое сборище поэтов и музыкантов которые проводили интереснейшие перформансы но коммерческая основа под собой не имели не выдержав и такого давления и попытал пытаясь попытать счастья в другом месте он переехал в семьдесят первом году в лондон вы будете удивлены но в лондоне он даже некоторое время работал на стройке в течение целого года как он вспоминает со смехом стройка в общем то его впечатлило и он лишний раз убедился в банальной истине что все-таки музицировать лучше чем работать лопатой и по выходным в свободное время отстройки он устраивал различные джем сейшены с музыкантами пока не подобралась группа единомышленников которая превратилась в отличнейшую джаз роковую группу бренд x у нас еще называют бренд x бренд x в период 74 по 80 годы выпустили несколько шикарнейших альбомов группа в общем то ну наверно на порядок лучше многих групп но хромал менеджмент именно пресловутый менеджмент не дал им развернуться это с одной стороны с другой стороны но не коммерческая музыка конечно хотя там на барабанах играл знаменитейший фил коллинз о котором у на нашем канале есть ролик но он играл в бренд x от души потому что когда он говорил сам вспоминал ему не хотелось коммерции он уходил в бренд x мало того скажу вам что сам например тот же перси джонс сожалеет о том что фил коллинз только записывался с ними в студии и очень мало гастролировал из-за своего очень плотного графика в группе genesis и вообще это дело дополнительные накладки но я вам скажу что группа знаковая в эту группу даже планировался один из наших любимейших барабанщиков билл бруфорд но не срослось потому что у него тогда были обязательства некоторые перед другими в частности группой гонг и поэтому в общем то уровень музыкантов высочайший сам перси джонс говорит вспоминает что именно в чистом виде на безладовую гитару он перешел в 74 году как раз когда начал играть бренд x почему перешел потому что ответ простой дает больше возможностей как технических так и музыкальных и поэтому в общем то его коробит конечно когда вспоминают безладовый бас и в первую очередь жаку пасториус о котором на нашем канале есть ролик жаку пасториус конечно виртуоз но публика его воспринимала наверно лучше чем многих мы об этом говорили из-за его сценического поведения действия не конечно феноменальный музыкант во всех ношениях но он другой вы знаете у жака свое направление школа у перси джонса своя значит помимо всего прочего 76 году он помог группе soft machine известной британской группе перси джонс поучаствовал гастролях есть очень интересная история как его приглашали в группу гонг в том же 76 году играть на басу он говорит завели они меня студию показали ноты агон всегда играл по нотам а нот я читать не умею есть вы знаете такие выдающиеся музыканты они до определенного момента может и все время никогда не владели нотной грамотой говорит играю всегда на слух или по наитию а тут ноты подсовывать но я недоуменно пожал плечами тогда они мне предложили выпить мы сходили выпили потом опять вернулись еще раз ходили выпили пинта за пинтой пинта за пинтой надрались пиво до такой степени что уже ничего не хотелось зашли в студии вечером и ребята из гонга сказали давай на этом закончим и вот так вот в общем то у меня не срослось с гонгом но слава богу срослось в других местах брендексом карьера закончилась у него были проекты с белым фризелом очень интересным гитаристом но к сожалению дальше чем джемсейшен и дело не зашло это период 81 82 года и судьба завела перси джонсон нью-йорк нью-йорке говорит ему казалось было еще больше возможностей ему там предложили записываться он делал неоднократные записи например его альбом сольный 90-го года писался тоже в нью-йорке бренд x-овские некоторые пластинки писались нью-йорке но больше всего нью-йорк привлекал именно своей даунтановской сценой именно той сценой которые порождают так называемый нью-йоркский андеграунд начиная от фри джаза кончая навороченным джаз роком то есть таким творцам как перси джонс там есть и развернуться на сегодняшний день у него есть интереснейшие проекты м джей 12 м джей 12 где он музицирует от души особых денег это не приносит скажем так он говорит мы ходим играем по пивным как он это называет когда копает копеечка когда нет лично нас это очень удивляет музыкант мирового уровня такое отношение к музыкальному бизнесу он сам это объясняет очень просто вы знаете когда начинаем вникать пытаться музыкальный бизнес я ничего в нем не понимаю вы мне дайте бас дайте возможность играть а уж остальным занимайтесь сами поэтому перси джонс ни в коем случае не называемого бессеребренником но это вот типичный такой творческий человек который в основу всего ставит творчество он сам говорит что эволюция бесконечна и я буду играть пока не помру поэтому помимо этих перечисленных проектов от последнего сегодня в начале ролика назвали пект у него есть хороший проект тунель который тоже в общем-то экспериментирует у них было даже запись на одной из фабрик прямая трансляция там со всеми шумовыми эффектами то есть всяким техническим новациям повторимся перси джонс никогда их не чурается он с удовольствием изучает различную музыку новую но тем не менее гнет свою прямо линию классического безладового звука потрясающее звучание интереснейшие вещи мы вам очень рекомендуем послушать пластинку брайана и ну с которым тоже он записывался несколько раз и на за гринволд 75 года и пластинку того же им и но before and after science 77 потрясающее вкрапление перси джонса если еще добавить у него с популярными артистами было несколько записи например с той же сюзан вегой достаточно раскрученной певицей у него есть записи потом интереснейшие моменты творчества с дэвидом сильвианом ричардом барбиере из группы japan и покупаем 3 то есть человек все время пытается чего-то как-то показать миру поэтому мы и вам рекомендуем присоединяйтесь поклонникам перси джонса он вам доставит доставит массу удовольствия спасибо за просмотр